Вот оно, истинно российское богатство. Простор, плодородная почва, много зелени и в меру солнца. Фермерам в селе большего и не надо. Ради такого спокойствия и широких возможностей Данил Фольман покинул шумный Штутгарт в Германии и поселился в маленьком нижегородском селе Ягодное в Перевозском районе области. Ходит такой миф, что если ты приедешь в Россию, то тебя сразу в поезд и в Сибирь сошлют. И многие просто боятся приехать в Россию. Я хочу показать, что пожалуйста, приезжайте, инвестируйте, работайте. Значит, я держу коз. Изначально было запланировано, что я сделаю козью ферму, буду производить козий сыр. Но вот завел корову, я назвал ее Фрида, это Ярославка. Она дает очень вкусное молоко. Доить корову Данил Фольман научился еще в детстве. Его семья, мать русская, отец немец всегда держали скотину. Сначала в родном Оренбурге, после в Германии. В другой стране Данил прожил 18 лет. Там же получил профессию автомаляра. Когда заработал на машину, дом понял, что надо что-то менять, иначе жизнь превращалась в рутину. Вот тут-то полунемец, полурусский вспомнил о своих корнях. Сегодня настольная книга Данилы – кулинарная, с рецептами и всей технологией производства сыров и творога. Она на немецком языке. Это своеобразная гарантия качества, как нам говорят в рекламе немецких товаров «Зергуд». Я считаю, если я на немецком думаю, то там более все точнее идет. Потому что на русском есть такие там слова, там, вроде бы, я бы сделал. Несколько таких нет, там четко идет. То есть, если работать, то я советую на немецком думать. В небольшой сыроварне каждый день томится молоко. С утра уже выстраивается очередь за свежими продуктами – творогом и сыром. В основном берут сельчане, но про нижегородского немецкого фермера уже прознали даже в столице. Московские дачники теперь закупаются в ягодном. Вначале только творог практически брали, но редко кто сыр брал, только знаток. А сейчас все берут, сейчас сыры. Но в основном в город, вот городские, больше сыры берут, а местные сельчане больше творога. Ему это более знакомый продукт. В Германии тоже творог едят не только сладким, но и соленым. Его даже с луком делают, там, с чесноком. Фермерский продукт получается дороже магазинного с массового производства, но на одном уровне с другими хозяйствами. К примеру, 200 рублей за килограмм творога. И все равно дешевле, чем в Германии. Для русской души и для сладкоежек Данил Фойман сейчас придумывает новые рецепты, чтобы тот же творог был по вкусу. Ферму герой нашего сюжета обосновал в старой сельской школе. Здание пустовало больше пяти лет. И вот сейчас старый спортивный зал практически до потолка завален сеном. В соседних классах живут лошадь, корова, коза и другая живность. Такой оксюморон в сочетании несочетаемого удивляет и подкупает. Сюда впору отправлять какого-нибудь режиссера, готового к экспериментам, потому что вот они, декорации к фильму о жизни в российской глубинке готовы. Картинки напоминания об уроках физкультуры. На стене немного потрепанное расписание звонков. В коридоре вместо учеников прогуливаются куры. Из окна улыбается с портрета Пушкин. Данил Фольман смеется. В Германии даже такой бесхозный участок земли, а это почти 3 гектара, купить невозможно. А у нас и земля есть, и курс для европейца выгодный. Я переоборудовал кабинет биологии. Здесь у меня стоит лошадь русско-тяжеловозная. Ее зовут Натура. Да, вот она. Сейчас мы выведем ее на улицу. Она это очень любит. Данил Фольман рассказал, что в Германии сегодня очень популярны фермерские продукты и все экологически чистое. Даже к нам в страну он приехал на авто на газу, а уже в селе пересел на лошадь. Она на наших дорогах самый лучший транспорт. Вообще идеально заменить машину полностью, чтобы все на лошади делать. Я стараюсь на лошади сено возить, как трактор. Или вот ездили за зерном вчера, сам езжу на лошади, катаюсь для себя, для души. То есть она не так может быстро бежать, но она устойчивая. Там вот в пересеченной местности, в лесу можно не треливать деревья. Сельчане с охотой помогают новому жителю, дают советы. Многих Данил Фольман заряжает энтузиазмом, что действительно есть куда развиваться. Сам фермер мечтает обзавестись десятком коров. Они будут давать больше молока, а значит можно будет выходить на большой рынок. Есть идеи даже для будущей обертки продукции. Художник по образованию уже делает наброски. Но ближайший план отремонтировать крышу школы теперешной фермы и купить холодильник побольше, чтобы мягкие сыры могли спокойно дозревать до твердых сортов. Екатерина Вологина, Никита Лепехин, Служба новостей и город. Был немецким художником, стал нижегородским фермером. Даниэль, а по-русски Данил Фольман, родился в России. 18 лет прожил на родине предков Германии, а год назад приехал в Перевозский район. Организовал животноводческую ферму, а в соседнем селе нашел себе нового друга, итальянца Бруно. Теперь два европейца помогают друг другу по хозяйству и делятся опытом по изготовлению сыра. О приключениях итальянца и немца в России Вера Лагунова. Куры в кабинете математики. Есть к чему удивиться. Но самое удивительное на ферме Данила Фольмана – это хозяин. Немец по национальности и россиянин по месту рождения. Художник по образованию и фермер по призванию. Он вернулся в Россию год назад. Купил землю из зданий заброшенной школы, где поселил животных, в том числе 13, коз и корову. Все молоко Данил перерабатывает, делает сыр нескольких сортов. Вот популярная фета. Книгу рецептов привез из Германии, но практиковаться начал только в России. Советами начинающему сыроделу помогать сосед-фермер Бруно из Италии. Он живет в Перевозском районе уже несколько лет. За экологически чистым аналогом санкционного продукта покупатели к Фольману теперь едут даже из областного центра за сотню километров. Производители много молока, а переработкой мало кто занимается. Сыр – очень удобный, вкусный продукт. И тем более здесь мало в России занимается кто сыром в Нижнем Новгороде. На своей ферме Данил трудится в основном один. Вставать приходится с рассветом. А вот посевная и сенокоз у немца с итальянцем – одна страда на двоих. Сначала мы вместе подготавливали землю. Даниэль баронил все поле – 9 гектаров. Работали я на большом тракторе, он на маленьком. Подготовили землю превосходно. Потом посеяли пополам люцерну и козлятник на сено. Русская смекалка плюс немецкая практичность. Чтобы сэкономить на топливе и запчастях, Данил завел лошадь русской тяжеловозной породы по кличке «Натура». Природа по-немецки. Как и все животные на этой ферме, НАТО понимает немецкий язык. Запрягать лошадь в телегу Данил умел с детства. Все-таки вырос в русской деревне и говорит, что на немецкой земле мечту о собственной ферме не осуществил бы. Германии выгодно только если сразу там несколько сот голов закупаешь. Я хочу без кредитов, чтобы все сам поднять, все хозяйство. Это потребители уезжают. А я просто все это попробовал и сделал для себя выбор, что не в этом счастье. Я больше счастлив от того, что я веду свое хозяйство, чем я езжу на новой машине или смотрю новый телевизор. Своё будущее в России художник-сыродел из Германии уже нарисовал. Самые красивые фермы и самые вкусные продукты на всю Нижегородскую область – Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok